Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Мне безумно приятно. У нас сегодня куриные отбивные. Их здесь вот столько. Не знаю, смогу ли я все это съесть. К сожалению, в холодильнике был этот йогурт. Я думала, что мама его купила для себя. Оказывается, мама вообще не любит подобные йогурты. Она взяла для меня. А я пробовала его раньше, и мне он не особо понравился. Но не пропадать же добру. Огурцы, помидоры, черный хлебушек и оливки. Сок на ашарап. Все как полагается. Обожаю на ашарап. Делаем вот так. Легким движением руки. Готово. Готово, готово, готово. И приступаем к еде. Отбивные, кстати, надо сразу кушать. Мы как пожарили. Я уже жарила с макияжем. Чтобы сразу сесть кушать. А с нашарапом. Обалденно. Значит, последнее время. Последние 3-4 дня вечером поднимается температура. Начинается какой-то грипп. Я быстренько пью тераплюшечку. Утром у меня все проходит. Вечером опять начинается. Спасибо огромное всем, кто посмотрел видео про распаковку. Я вам ссылочку оставлю внизу. Вот нашу манечка. Вещи мне безумно понравились. И Шелли тоже кое-что понравилось. Поэтому мне надо заказать Шелли платье. А там нужно минимум заказать на 50 долларов. То есть мне по-любому нужно сделать еще один заказ. На него распаковочку тоже вам сниму. Все, что я буду брать буду советоваться как в прошлый раз с вами. Поэтому переходите в мой инстаграм. Выбирайте между теми моделями, между которыми я сомневаюсь. Это просто обалденно. Сочно и нежестко. Сейчас столько выбора на все. Мне когда было 10-12 лет мы с мамой шли на рынок. Холодно. Улица там, не знаю, 25. Минус 25. Мы шли на рынок. Никакой теплой раздевалки не было. Маленькая такая картоночка на которую ты вставал снимая свои уги. И надевал джинсы Мэрил. Просто знаете, например, было у продавца 4-5 моделек. Из этих 4-5 моделек на тебя была только одна. Я все время маме говорила, я хочу за ужин и книзу. Такого, чтобы лежа на кровати, параллельно разговаривая с парнем по телефону через наушники, я лежу и выбираю себе наряд, что я буду надевать, что с чем сочетается. Просто выбора моря. Вот это я понимаю. И вы знаете, на минутку я думаю, как, например, изменилось мое детство и нынешняя жизнь. А вы прикиньте, что произойдет с нашими внуками. Они через интернет уже будут мерить. Никто из дома выходить не будет. к хорошему человек очень быстро привыкает. Потихоньку становится просто влом. Влом делать все. Я не знаю, как у вас, у меня так. Например, раньше я шла чтобы покушать Макдональдс. мне надо было сесть в автобус, поехать две-три остановки, остановиться, позвонить подруге. Она тоже потихоньку подтягивалась. И мы шли в Макдональдс. После коронавируса и всей этой пандемии я просто заказываю и мне просто приходит. Пусть я переплачиваю там чуток. Просто влом идти. Стоять в очереди. А у нас еще в Макдональдсе блин, вот с этим подносом ты стоишь и ждешь пока кто-то встанет, чтобы ты сел за столик. В этом гуле сидишь. Тебе надо перекричать всех, чтобы твоя подруга что-то услышала. Ладно с Шелли идешь. С ней можно помолчать. Здесь подруга Саадет. Она все говорит, говорит, рассказывает истории, 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 истории. Ты ни хрена не слышишь, просто поддакиваешь. Настолько гул там стоит, ребят, и я не шучу. потому что люди приходят со своими детьми в Макдональдс. Дети играют с другими детьми. И там просто стоит. К чему я? Мы становимся ленивыми, но жизнь становится проще. Элементарно констовары. Какой сейчас огромный выбор. У нас есть магазины есть, которые полностью весь ассортимент это просто констовары. Я обожала в детстве гелевые ручки. У меня были анкеты, я любила их заполнять разноцветными гелевыми ручками. Они стоили в то время дорого, но по крайней мере мне казалось, что это очень дорого. И продавались тоже не везде. были такие на рынках точки. Тетрадки, ручки. Такого изобилия разноцветный декоративный скотч. толстая гелевая ручка, тонкая гелевая ручка. Все, что хочешь. Просто я на минутку думаю, как нам скучно жилось. у нас был около дома один магазин, где продавалась декоративная косметика. Мне было лет 10. Я обожала декоративку. Я мечтала, когда я вырасту и начну краситься. Я начала краситься очень рано. мама видела это мое стремление. Каждый ребенок в подростковом возрасте к чему-то стремится. Какие-то у него желания. У меня было просто одно желание начать краситься, наносить макияж. макияж. Я так любила косметику. Моя мама не ставила сильных каких-то ограничений, что нет, это нельзя, что ты делаешь, это тебе не по возрасту. ты пырил. Такого слава богу не было. у нас был один магазинчик и был переход. Косметика в основном продавалась в переходе. Я часами могла стоять у этих прилавков и смотреть на тени. Как сейчас помню, палетка Ruby Rose, в которой я мечтала, так скажем, для меня было просто нечто. Она стоила 30 рублей. Я откладывала за своих завтраков и покупала себе палетку за 30 рублей. Для меня это было просто потом где-то месяц каждый вечер свочила эту палетку и думала, блин, когда же я вырасту? Так тихо-тихо уже потихоньку начала краситься. Мама сильно как бы преград не ставила, что хочешь краситься, ну краси, так делай, чтобы не сильно заметно было. И за это я благодарна своей маме. Мне кажется, слишком много запретов ставить ребенку тоже неправильно. Не смотри YouTube, не гуляй с плохой компанией. У каждого человека должен быть свой спектр интересов. Это не только школа, 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 учись, учись, вот твои интересы, учись. Поступи потом, поступи потом, все будешь делать. У человека должно быть время и на отдых, и на развлечение. Я была совсем маленькая, но мама все равно покупала мне косметику. Когда понятное дело, вот этих гель-лаков не было, были обычные лаки. мама поехала в Москву, я как сейчас помню, она мне привезла набор, где было 13 или 15 лаков разных цветов. я настолько была рада, настолько для меня это было, ну, прям, знаете, очень радостное событие. Очень много не доем, скорее всего, уже 15 минут, как снимаю видео. Когда я увидела вот эти лаки, 15 штук, я настолько была радостная, настолько, не знаю, это самый яркий момент, мне кажется, с моего детства, когда я увидела этот подарок мамы с этими лаками. Сейчас смотрю, например, историю Оксаны Самойловой и вижу, как она балует своих детей, и я такая в шоке, какие счастливые дети, потому что у меня такого детства вообще не было. И вы знаете, когда, наверное, часто получаешь подарки, ты от них не получаешь такой кайф, как редко, и что-то такое запоминающееся. Я не жалуюсь ни в коем случае, у меня было счастливое я рада, что оно у меня было именно таким. Зато я научилась ценить какие-то вещи. Это все помещаем сюда. Не люблю такие хлопья. Говорят, что они полезные, потом я как-то посмотрела на состав, и оказалось, что ничего подобного. Такой густой йогурт, такие вот хрустящие печеньки. поэтому назвать свое детство несчастным я не могу. У меня, слава богу, были родители, был папа. Из кожи вон лес, чтобы мы хорошо жили. Он работал проводником. И вот из поездки в поездку, из поездки в поездку, не жалел себя абсолютно. мои хорошие, я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. если вам не сложно, то поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Всех люблю, целую, пока.